МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порассказываем миру об Украине в студии Дарьи Вершилинко. Здравствуйте. Четверо украинских военных ранены в зоне АТО за минувшие сутки. Активнее всего боевики стреляли на Мариупольском направлении. Обстрелом из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия здесь подверглось около 10 населенных пунктов, включая Толоковку, Лебединская, Марьинку, Широкина. По Новотроицкому и Красногоровке работал снайпер. На Луганском направлении боевики атаковали позиции украинских военных с использованием также гранатометов. Под огонь попали, в частности, Валуйская, Крымская, Новоалександровка, Новозвановка. Неспокойно и на Донецком направлении. На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая пески. Здесь же огонь, вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 41 обстрел. Разведение сил у станицы Луганской вряд ли состоится в ближайшее время, так как боевики регулярно обстреливают район поселка. Об этом заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире одного из украинских телеканалов. Тишину пророссийские наемники соблюдают от силы 3-4 дня, тогда как отсутствие обстрела в течение недели – одно из условий для отвода сил и средств. Накануне пророссийские наемники в очередной раз открывали огонь по позициям армейцев у станицы Луганской, использовали гранатометы и стрелковое оружие. О разведении сил и средств на Донбассе договорилась трехсторонняя контактная группа в сентябре 2016-го. Определила три участка, в том числе и район станицы Луганской. На двух из них в Золотом и Петровском договоренности удалось осуществить. В Донецкой области грозит химическое загрязнение в случае продолжения боевых действий в районе поселка Новгородская. Там находится хранилище химических отходов фенольного завода, сообщает мониторинговая миссия УБСЕ в Украине. Хранилище расположено близко от линии разграничения. Заместитель главы спецмиссии УБСЕ в Украине Александр Хук подчеркнул, в указанном районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта. Запретить пересматривать санкционную политику против России без одобрения Конгресса, хотят сенаторы США. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, документ поддержали республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Парламентарии обеспокоены, что администрация нового президента Дональда Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России. Среди основных причин, по которым санкции должны оставаться в силе, сенатор Шумер назвал вмешательство России в президентские выборы в США и вооруженную агрессию против Украины. Законопроект планируют внести в Конгресс в ближайшее время. 13 января президент США Барак Обама перед уходом в отставку продлил еще на один год действия санкций против России. О ситуации с правами человека в оккупированном Крыму будут сегодня говорить в Страсбурге. Представители постоянной делегации Украины в ПАСЭ, крымской правозащитной группы и Меджлиса расскажут о преследованиях украинцев российскими властями полуострова. Правозащитники представят доклад о задокументированных случаях насильственных исчезновений на полуострове, а также о политически мотивированных уголовных делах. Их возбудили против девяти человек, задержанных по так называемому делу украинских диверсантов и активиста Владимира Балуха. О преследовании граждан Украины на полуострове, крымских татар, Ахтема Чигоза, Эльме Умерова и других расскажет адвокат Николай Полозов. Президент Петр Порошенко сегодня с официальным визитом в Эстонию. В Таллине встретится с руководством государства, в частности со своими коллегой Керсти Кальюлайт, премьером Юрием Ратасом. Также представителями украинской общины завтра Петр Порошенко посетит с визитом в Финляндию, как сообщается на сайте президента республики, тема переговоров, отношения между странами Украины с ЕС, ситуация на Донбассе, выполнение минских соглашений. Живая цепь единения. Украинцы взялись за руки снова, чтобы объединить большую страну. Акции в честь 98-й годовщины актов воссоединения накануне прошли по всей Украине. Присоединились также украинцы в Люблине и Варшаве. В Киеве колонны с правого и левого берегов Днепра встретились на мосту Патона. Из сине-желтых полотен создали национальный флаг длиной в 30 метров. Сине-желтые ленты, флаги, краски по обе стороны Днепра. Киевляне готовятся отмечать День соборности в живой цепи единения. Такие хорошие эмоции. Нам очень весело. Разрисовываем всех. В первую очередь это акция «Дань памяти». В те годы это было восстановлением государственности. Теперь напоминание об истории нашей страны и народа. Снарядившись атрибутами, участники по оба берега отправляются к месту объединения – мосту Патона. Одним из первых пребывает Александр. За 27 лет акцию пропустил лишь раз. Кроме 2014-го. Потому что в 2014-м году наши палатки на Майдане стояли. В руках легендарный акт воссоединения. В сердце – память об уже далеком 90-м. Это был всеобщий подъем такой, независимость. Были такие чаяния великие, большие, которые, к сожалению, пока не оправдываются. Но надо все равно, надо как-то отстаивать свои права. И я надеюсь, что все будет хорошо все равно. Одна, единая, свободная Украина! Одна, единая, свободная Украина! День, слухи, тримаем войс за руки! День, слухи, тримаем войс за руки! Обе колонны приближаются и объединяются. Участники разворачивают огромные синие и желтые полотна. Замигани соединяются во флаг Украины длиной целых 30 метров. Таким образом символизируя единство страны. Эмоции невероятные. Мы чувствуем радость, потому что нам все удалось. И дальше удастся. Молодежь больше верит, чем в ветеранов. Потому что они все-таки уже были воспитаны немножко при другой системе. И у них система ценностей немножечко другая. Сообщества обмениваются, понимают, что делается в мире. И представляя нашу страну, ну уже за рубежом понимают, что эта страна действительно страной является. Любовь задорожная. Игорь Каркадым. Юэй ТВ. 26 января в украинский кинопрокат выходит фильм Алексея Шапарева «Правила боя». На пресс-показе первого украинского спортивного экшена побывала Елена Дидух. Фильм «История боксера Тараса», которого жизненные обстоятельства заставляют идти зарабатывать деньги на ринге. Любовь, дружба, спортивная честь, борьба добра со злом – все в лучших традициях Голливуда. Изюминка картины – эпизодическая роль боксера Александра Усика. Он появляется перед ответственным боем главного героя в исполнении Влада Никитюка, чтобы поделиться главным правилом боя – твой дух, твое оружие. Александр Усик, например, сам помогал нам во время съемки финального боя. Он прям подходил там и показывал график своих тренировок, показывал на телефоне, говорит, Серега, смотри, вот этот эпизод очень бы был хорош. Саша, в принципе, очень артистичный. Я думаю, что, в принципе, если ему дать какую-то роль и, ну, немножко подготовиться, то он ее сыграет отлично, просто любую другую. Стоит отметить украинские саундтреки к фильму и хороший состав актеров, среди которых Дмитрий Ступко, Ахтем Сейтаблаев, Станислав Баклан. Последний, как всегда, в роли богатого обаятельного подлеца. Мне кажется, все то, что мы делали, оно честно было сделано. Если есть похожесть на другие, я имею в виду, другие фильмы, ну, там, сюжет, на то, в чем нас сегодня обвиняли, то, на самом деле, ерунда. Я думаю, любая история будет смотреться, если она правдивая, живая, она будет смотреться достаточно достойно и так далее, и вызовет интерес. Бюджет фильма – около полумиллиона долларов. До премьерные показы уже прошли в Харькове, Киеве, Львове. По словам продюсера, интерес к картине проявили в 15 странах мира. В конце февраля фильм покажут в кинотеатрах Беларуси. Также мы финализируем переговоры с Прибалтами, с Грузией, Азербайджаном, Польшей, Казахстаном. Ну, этот список расширяется, то есть мы ведем действительно очень большую работу. И я точно буду его представлять на кинорынке в Берлине этого года и на кинорынке в Гонконге, на кинофестивале и в Пекине. Финал ленты режиссер оставил открытым. Зло как бы наказано, но все-таки пока победило. Как сложится судьба главного героя, каждый зритель волен придумать сам. Подробнее раскрыть сюжетные линии создатели обещают в сериальной версии картины. Елена Дедух, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. На этом все. Мы уже готовим следующий выпуск новостей. Спасибо за внимание к Украине. Больше информации на сайте Украинформа. Всего доброго.